Благотворительность Стилизован под квартирник Вот это для меня тоже, разъясните меня, что такое стилизован Разъясните тогда нашим зрителям, что такое квартирник Потому что уже что такое квартирник Это слово придуманное в Москве Которое обозначает, вероятно, как я догадываюсь Обозначает концерт, проводимый не на концертной площадке А в чьей-то квартире За неимением концертной площадки и аппаратуры Я думаю, что так, по идее Мы составим тогда топ-5 самых запомнившихся вам квартирников Но не сразу, под конец Для начала я уцеплюсь за то, что слово придумано в Москве Мне интересно, Борис Геремичков подстрадает вот этим питерским Мне не хотелось бы слово комплекс употреблять на другого Но по отношению... У ленинградцев, у всех по отношению к Москве Такой вот комплекс неполноценностей Поэтому я не знаю, что Москва это такой вот отстойный город А вся богема, она из Питера И все, что лучшее, созданное в городе на Неве Это есть у Борис Геремичкова? Знаете, вам не повезло, вы встречали далеко не лучших петербуржцев То есть вы так не считаете? Я очень люблю Москву Я очень люблю Москву с тех пор, как я начал сюда ездить В кое-году В 1976-м Да, в 1976-м И когда вы первый раз приехали, зачем в Москву? Первый раз я приезжал и сам по себе Но первый раз серьезно я приехал в Москву По приглашению машины времени, чтобы собирать концерт у них в архитектурном В котором Андрюшка-то учился Это был сольный концерт или уже с коллективом? Ну как сольный? Я слово сольный не понимаю Я член аквариума И меня как такового, как отдельной личности, в общем, в музыке не существует Ну, я вот не соглашусь, потому что вы ведь оставили там коллектив, когда создавали БГБ Вы оставили коллектив, когда был заморский вояж у вас там с Дэйв Стюартами, там Radio Silence Это был продолжение аквариума Не имел никакого отношения к аквариуму Вы не правы Нет, вот здесь я абсолютно прав, потому что я помню реакцию, во-первых, и ваших коллег В том числе и... Там у меня Саша Титов Это уже аквариум Ну, если так, если мы определяем аквариум как союз семейный... Как союз... Как союз людей... Как гребечковый титовый Нет, не обязательно Это союз людей, которые играют музыку А кто конкретно эти люди, меняется от времени А Но мы неоднократно с Сашкой играли как аквариум вдвоем Это могут быть, мы могли играть с Севой Гакером или с кем-то еще, или с Борей Рубекиным Когда несколько людей занимаются вот этой музыкой, это аквариум Когда несколько людей занимаются музыкой Гребенчукова, это аквариум? Ну, скажем, да Хорошо Даже когда я сам пою, все равно это аквариум Потому что это больше, чем я Угу Это больше, чем Гребенчуков Аквариум больше, чем Гребенчуков Гораздо больше Понятно, при этом аквариуме без Гребенчукова существует, это нонс Ну, я такого не видел, хотя были отдельные кусочки музыки, которые были сделаны без меня, и все равно я так аквариум И казалось ли вам, допустим, когда вы слушали, там, ну, допустим, сборники Битлз, что в эти сборники попадают лучшие вещи? Мне очень повезло, я никогда не слышал сборников Битлз А вы вообще Битлз слушали когда-нибудь? Я всегда их слушаю альбомами Понятно, на что еще хватает времени у Гребенчукова послушать? На все, на все Послушайте Ну, что вы слушаете сейчас, допустим Вот, ну, не сейчас, в юбилейный аквариум Вы имеете в виду, я могу рассказать, что я слушал за последние сутки Да, давайте Я несколько раз слушал, мне приходилось слушать песню, с которой мы сейчас работаем Две песни, с которой мы сейчас работаем Названия которых пока никому ничего не скажут Мне Я слушал Последний альбом Death Can Dance Я слушал последний альбом Диона Я слушал точно совершенно Дворжика, девятую симфонию И третью симфонию Брамса Слушал я Рагу Асаб Хайраф Которую играл Рави Шанкар И Рагу Дешкар Которую пел Кто-то из моих любимых индийских пикцов Я не помню, кто именно И много чего еще И плюс еще слушал живьем группу Любимых наших украинцев Как они называются? У меня нет любимых украинцев Какая-то группа, которую все очень любят Океана Эльза точно Я слышал вчера две песни в исполнении Океана Эльза То есть вы совсем не слушаете ту музыку, которую слушает, допустим, поколение Океана Эльза и Борисовна А какую будет? Ну, там, не знаю, Мьюз, допустим Мьюз мне не очень нравится Мне больше нравится Анимал Коллектив Анимал Коллектив Я просто не успел за последние сутки послушать А так я его слушал Ну, в общем, вы знаете, что это такое Это уже, да? Я хорошо знаю, что это такое Этот альбом у меня был до того, как он вышел То есть? Он же попадает в сеть Они сами вывешивают его раньше, чем он официально выходит Вы же слушаете, наверное, то, что делают ваши друзья Ну, знаю, сейчас Женя Маргулис ссорный проект начал Машина времени что-то выпускает все время Ну, иногда что-то слушаю Но я в основном все-таки слушаю Себя? Не на русском языке Нет, себя слушаю Себя так много слушаю, когда мы записываем что-то Что уже... Ну, вам не приходило в голову записывать Не приходило в голову сделать ремейки современные Каких-то старых вещей Которые совершенно не знают Знаете, меня очень просят об этом все время Учитывая, что у нас около 20 песен, которые еще не записаны Новых песен, да? Новых, да Пока не до ремейков Слово какое-то Не русское слово Переделка Переделка – это русское слово, да Но вы ведь занимаетесь с ними не русской музыкой совершенно Потому что рок-музыка Нет, рок-музыка Абсолютно не русская Единственным русским рок-музыкантом был Владимир Стивенович Высоцкий Который к року не имел никакого отношения Был актуалютный французский шансон Это вот мы сейчас не говорим не про Галич, не про Галич, а про Высоцкого Да Высоцкий был вот там рок-музыкант Ну, давайте мы сейчас куда-то совсем уйдем К року он не имел никакого отношения Ну, с вашим авторитетом Нет, ну, это мое только зрение Авторитета у меня не должно быть никакого Ну, вы кокетничаете, вы знаете, что у вас есть авторитет Вас называют гуру, бла-бла-бла Меня могут называть гуру Меня могут называть главным инженером Меня могут называть трактористом Главным инженером душ человеческой Меня могут называть кем угодно Пока я не дал на это согласие Это пустые названия А я на это согласие не даю Ну, вообще определения, клички и все прочее Они на самом деле прилипают к людям без всякого желания И уж тем более согласия Да, но если вы знаете систему отношений между учителем и учеником Между гуру и шишлей Вы будете знать, что гуру выбирает своих учеников И только тогда он становится гуру Я даже не знаю, что такое шишля Ученик У вас есть ученики? Нет А гуру у вас есть? У вас есть учителя? Нет, у меня я всему учился в музыке У меня есть очень много людей, чьей мудростью я восхищаюсь Без сомнения Можете озвучить? Не слушать? Кстати, я больше, он будет очень долгий Хорошо Давайте начнем Я не знаю такого музыканта, так что Хороший музыкант Возвращаясь к списку Сможете вы на вскидку вспомнить пять самых заметных квартирников? Нет Потому что, во-первых, я не буду знать, чем они отличаются один от другого Ну, то есть не было такого, чтобы что-то запомнилось? Ну, запоминалось много То есть они все были прям вот как китайские солдатики? Нет, они все разные Ну, учитывая, что их были... Ну, я думаю, что больше сотни Мы за свою жизнь сыграли И поэтому отличить, где кончается квартирник Где начинается дружеская пьянка Или просто пение под гитарой Нет, мы сами дали определение Квартирник – это концерт, который происходит просто в квартире А, где нет сцены, где... Я дал определение, потому что такое определение мне доводилось, слышите, в Москве, где придумали это слово Но я сам не считаю, что квартирник – это... Нет, но я думаю, что... Мы собираемся и играем Да, но речь ведь идет, на самом деле, об атмосфере То есть когда существует камерная, дружеская атмосфера Я думаю, что это, когда речь идет о стилизации вашего концерта Благотворительного под квартирник Имеется в виду, что там будут... Стилизация под дружеской атмосферы Ну, а может быть не стилизация, а может быть генерация такой атмосферы Которая будет, да, там достигнута какими-то боевыми отравляющими веществами Ну, я знаю много просто нерусских слов И у меня есть редкая возможность их употребить Я говорю с вами, я ей пользуюсь Создание То есть генерация, наверное, по-русски это будет создание Создание дружеской атмосферы Хорошо, да, создание дружеской атмосферы Мне генерация не нравится больше Я останусь при генерации Скажите, пожалуйста Вы как-то себя ограничиваете В употреблении Ну, вот кофе, я вижу, что не ограничиваете А в употреблении там чего-нибудь другого Да нет, как-то, а зачем? Ну, вот я там просто себя без соображения возраста Как все люди моего поколения, в общем-то, ограничивают Почему? Ну, допустим, ну, я там бросаю курить Очень опасно Ну, в разные точки зрения Вы бросили курить? Нет Я временно перестал Но могу на счастье не буду себе курить Это хорошо, это прям как Леонард Коэн Это он тоже временно перестал Согласен, в 80-е годы я тоже, может быть, начну Если доживу Хорошо, но Вы пьете меньше, чем в какие-то былые времена? Ну, по количеству я не сравнивал Потому что существует черта, за которые забываешь Представляешь считать Хорошо, нет, я не о количестве собственного выпитого А о времени, которое отводится за столью И собственного употребления Без сомнений, я пью значительно меньше Потому что в 80-е годы сложно было назвать Несколько дней, когда бы мы не пили Я помню, один раз мы не пили 10 дней И об этом подвиге долго, несколько лет ходили легенды Ну, такая стресска для организма Ну, мы пережили Да Мы все в это так Хорошо, а вот Вы считаете, что сейчас молодежь, она не знает, что такое портвейн Они... Вы знаете, я вчера говорил с молодежью С очень незнакомой, чудной молодежью Они очень хорошо знают, что такое портвейн Они знают это из песен Аквариума Нет, он продается Ну, это продается, наверное, какой-нибудь Мадейра Какой-нибудь настоящий портвейн Ну, что, прям продается вот портвейн Кавказ, Три Семерки Какие-то новые, но, по-моему, они... Да нет, это не просто, по-моему, шутили Нет, они не молодые люди А что это, кстати, были за молодые люди? Где Вы встретились? Это ребята, которые работают в мастерской Фоменко В театре мастерской А, ну, эти, кстати, могут... Вот в этих яберах они могут быть отвергнуты Ну, а какие-то были проблемы со здоровьем? Ну, я не знаю Пока я жив, я не вижу проблем со здоровьем Нет, ну, а там шунтирование... Ну, это у нас каждый день Это ерунда, да Встаешь, пошунтируешься и зердашь Нет, ну, действительно не приходит себя ограничивать там Диета какая-нибудь там Как-то я пока не замечал, нет? Ну, при этом ваши коллеги, ваши... Или наши ровесники, наши сверстники И ваши коллеги-рок-музыканты Они почти все, в общем-то, на самом деле Отказались уже от того образа жизни Который... Слово адеквативное, это тоже, наверное, иностранное слово Которое соответствует рок-н-роллу Чтобы не употреблять слово адеквативное Я не знаю, что они имеют в виду под рок-н-роллом Мне всегда казалось, что это делать То, что ты хочешь делать И делать это, ну... Делать это до конца, в общем То есть, начиная что-то доделывать Поэтому советский рок-н-ролл и не мог существовать Потому что всегда было не до конца А он существовал в советский рок-н-ролл? Ну, люди пытались этот называть советским рок-н-роллом Играли же поющие гитары А, вы это называете советским рок-н-роллом? Нет, я имел в виду социальный То, что называется социальным роком А что это? Ну, это когда текст Гораздо, я пытаюсь избегать слов Превалирует или что-то такое Когда текст важнее, чем музыка Когда... Это еще просто, наверное, люди не очень музыкальные Ну, вообще, на самом деле Советские рокеры, они не очень музыкальные люди Как обидно Вы правда ли? Ну, вы вообще говорят... То есть, я сразу хочу говорить, что я безмерный пиетет испытываю Перед Гребенчиковым, перед группой Аквариум Я слушаю До сих пор, хотя я скрываю Это у своих знакомых Но Это я подвожу к вопросу Музыки-то, ну, там, как бы Не очень Там больше, как бы Слово-месседж это что? Как мы скажем, слово-месседж по-русски Сообщение Посылки Ну, в общем, там, в большей степени месседж какой-то В большей степени какой-то Ну, как мне кажется, драйв, чем музыка Ну, вот, какое вы считаете произведение Аквариума Оно с музыкальной точки зрения Выдающееся Ну, вот, вы гордитесь именно, там, я не знаю, мелодией Или вот Музыкой Ну, хорошо, пожалуйста То есть вы оставите на таком Например, песня «Горный хрусталь» Ну, это да Я согласен Начнем с нее и перейдем ко всем остальным Ну, ко всем остальным И мы заметим, что там Нет, ко всем остальным мы точно не перейдем Потому что, если мы начнем переходить ко всем остальным Мы сразу упрымся в то, о чем пишут там недоброжелатели Потому что какие-то лучшие музыкальные находки Они, на самом деле, являются заимствованы Я, кстати, считаю, что заимствование совершенно нормально Это вся музыка основана Основанная, да То есть у вас эти обвинения никак не парят? Нет, мы существуем для того, чтобы нас обвинять Слава тебе, Господи И чем больше нас обвиняют, тем лучше Я целиком за Но музыка существует На том, что музыка существует От поколения в поколение Передается одно и то же Ну да, ну вот всего семь Бла-бла-бла Нет, это не дело Просто существует, скажем, в кельтском мире На хорошей мелодии, как правило, каждые 20-30 лет пишется новый текст И, соответственно, появляются новые песни И у Диона почти То есть большая часть его ранних песен Построена именно на мелодике Кельтского и такого Переселенного в протестантскую Америку кельтского направления Мелодика все оттуда Ну вот, был бы Бог делан Ну или я сразу так вот Пытался вспомнить Есть какая-то одна песня, которую там Можно там про себя напевать Там, или слушать в машине Ну Дело потрясающее Он потрясающий мелодист Просто невероятный То есть его совсем не дооценивали Нет, ну и есть люди, которые его там оценивают И оценивали Их, в общем, да Ну их миллиарды почти что Я имею много сотен миллионов Ну, с Бог делан работает тезис Джона Леннона Который говорил И в известной степени, конечно, он кокетничал Но он говорил, что музыка, говоря о музыке Биттлз Она умерла после Гамблога Ну, то есть еще до выпуска первой пластины Ну, понятно же, да, что он имел в виду Я думал, что он кокетничал Нет, ну имел в виду, что это мальчишеский какой-то настоящий драйв И когда не думалось о деньгах Вообще никакой вот этой составляющей У аквариума был вот такой слон Когда коммерческая составляющая стала играть роль Она не стала доминировать Пока еще этого не случилось То есть вы совершенно не думаете Мы вкладываем в музыку деньги свои собственные Или друзей, но зарабатывать мы на ней не зарабатываем Мы живем за счет концертов только Вы живете за счет концертов, все равно вы зарабатываете на музыке Да, иначе мы могли бы умереть с голоду Потому что иначе нас никто не кормил Но записи все, они просто пожирают деньги и все Вот тот небольшой период, 89-й год, да, вот работы на Западе Ну, фактически, вы же работали на Западе Ну, я, скажем, учился Не работал, я учился Ну, вы, во всяком случае, вы были внутри Системы же настоящего большого шоу-биза Ну, по счастью, был На самом деле, да, конечно, вспомнить не буду В чем главное, какое-то принципиальное отличие Атмосферы от западного шоу-бизнеса Музыкального бизнеса От нашего, нынешнего Я не про совет Я боюсь, что я российский шоу-бизнес не знаю И не имею информации достаточно о нем, чтобы его комментировать Я бы не хотел его знать Нет, ну, как-то... Я боюсь, что у меня был в этом чай Борис Борисович, вы же гастролируете, вы же сами сказали Значит, вы общаетесь с организаторами концертов Не общаетесь Ну, то есть... На этом у нас существует... Вы, по НИТИ, вы приезжаете в какой-то город Вам же говорят, куда надо ехать Вы понимаете, за какие деньги вы туда едете Это я говорю, куда надо ехать А за какие деньги, кстати, не знаю Я оставляю эти вопросы нашему директору Которому мы вполне доверяем И он у нас этим и занимается Ну, мне кажется, что вы вот здесь... Я не допускаю, что вы лукавите Я думаю, что вы просто что-то путаете Нет, я не путаю, почему? Нет, ну вы какие-то вещи, вы же очевидно путаете Я помню вашу телевизионную заяву про то, что Цой и группа кино там выступала перед бандитами Хотя Виктор Цой погиб еще до того, как... Вот была вот... Возникла, собственно, вот эта генерация вот этих бандитов Которые заказывают музыкантов Он не застал Вы, к сожалению, не в курсе Нет, я это просто слышал собственными ушами И видел собственными глазами на экране собственного телевизора Вы не в курсе о том, что было? Нет, я немножко в курсе о том, что было Нет, они были Они были тогда, и вся эта история... Нет, бандиты были Они просто тогда... Группа кино еще не была востребована бандитами Кстати, так же, как и... Вы глубоко ошибаетесь Вы глубоко ошибаетесь И... Конечно, вы после... Может быть, не помните Конечно, вы настаиваете, что кино выступало перед бандитами Я не настаиваю ничего Абсолютно ни на чем Но если вы удосудитесь подробнее узнать историю тех времен Вы откроетите себя много нового Да, я жил в те времена, собственно Но просто, может, вы не общались именно с этим сегментом жизни? Ну, я, как мне кажется, общался с этим сегментом жизни Тогда я просто напомню вам одну простую вещь Кто был менеджером группы кино? Юра Азеншпиц не был менеджером группы кино Он был администратором, который заказывал им билеты Что такое менеджер? А менеджер это человек, как... А русский администратор? Ну, нет, это управляющий, наверное, все-таки Администратор? Нет, в контексте шоу-бизнеса Но сейчас мы с вами начинаем говорить про группу кино Про Юра Азеншпица, про это все люди, которые не могут вам ответить просто Нет, мы знаем историю Юра Азеншпица, да? Я не знаю, знаете ли вы историю Я знаю историю Юра Азеншпица Ну, нет, чуть-чуть был с ним знаком Я очень хорошо был с ним знаком, да Поэтому вы знаете, о чем я говорю? Да, я знаю о том, что вот здесь вы напутали То есть у вас произошла какая-то контоминация Нет, я не напутал Эту историю мне была рассказана непосредственными участниками событий Просто было не совсем так, как вы говорите А, то есть она была вам рассказана какими-то участниками событий Ну, знаете, вы присутствовали при выступлении? Нет, я не пришел в группу Нет, это было в другом конце России Борис Борисович, люди могут рассказывать все, что угодно Люди могут рассказывать про то, что там Борис Борисович Гременчуков и группа Аквариума выступали бандитами Наверняка Поэтому я к тому, что многое со временем забывается, путается Сейчас там ведут споры У меня, как правило, нет Я, как правило, более-менее помню, что со мной происходило Нет, ну, поскольку я читаю на форумах, люди спорят Был ли у Виктора Цоя мобильный кверту или не было А в том смысле, что мобильные телефоны появились уже после того, как группа кино перестала существовать В том виде герметическом с Цоем Поэтому я думаю, что все-таки люди путают Я возвращаюсь к вашему благотворительному концерту Я считаю, что те люди, которые попадут на него, это счастливчики Вот, и потому что они будут на квартирнике группы Аквариума в московском Я узнал, что термин, собственно, квартирник был изобретен в Москве Насколько я помню Насколько помнит Борис Борисович Гременчуков Вот, и, ну, я буду продолжать слушать группу Аквариума Спасибо Несмотря на то, что Борис Борисович Гременчуков не поддерживает употребление слов, позаимствованных из других языков, которыми я всячески грешу Мне просто кажется, что по-русски говорить интереснее Я буду учиться говорить по-русски Спасибо Большое вам спасибо